Новости на телеканале Хабар 24. В студии работает Сергей Гергель. Здравствуйте. 47 казахстанцев эвакуированы из Сирии. Террористы держали их в заложниках. 6 января по поручению президента страны Нурсултана Назарбаева для их освобождения были направлены служащие специальных подразделений. Операция прошла успешно. Сегодня глава государства сделал официальное заявление. Сутки назад эти дети находились в Сирии. Сейчас им ничто не угрожает. Но перед тем, как оказаться на родине, им пришлось проделать сложный путь. Эвакуация казахстанцев прошла по поручению Нурсултана Назарбаева. 6 января в результате гуманитарной операции, осуществленной по моему поручению правоохранительными органами и Министерством иностранных дел из Сирии, эвакуированы граждане Казахстана. Они обманным путем были вывезены в эту охваченную кризисом страну, где находились в заложниках у террористов. По прибытии в Казахстан женщинам и детям было оказано всяческое содействие со стороны государства. Эти невинные люди, оказавшиеся в такой сложной ситуации, были безмерно рады своему спасению. Всего домой вернулись 47 человек. За ними отправили специальные службы. Операция носила название «Жусан». На борт загрузили провизию, влажные салфетки, подгузники, так как известно, что в заложниках находятся 30 детей. Большинству из них от одного года до пяти лет. Самолет отправляется в Сирию из аэропорта Актау. На место эвакуации военнослужащие прибывают в четвертом часу дня. Их задача — сопроводить переданных казахстанцев и перевезти в родную страну. Операция сопряжена с риском, поэтому она проходит с соблюдением максимальных мер безопасности. И вот они — первые вызволенные из плена дети со своими матерями. Фактически на этих кадрах — финал многомесячной работы, проводимой контртеррористическими силами Казахстана. За оказавшимися в беде гражданами военные были отправлены в тот же день, когда было достигнуто итоговое соглашение. Предпринятые усилия будут способствовать предотвращению подобных случаев. Казахстан всегда поддерживает своих граждан вне зависимости от их местонахождения. Наша главная задача — это обеспечение безопасности, защита целостности и единства страны. Самолет со спасенными казахстанцами приземлился в аэропорту Актау 6 января в 2 часа ночи. Их сразу же направили в карантинную зону. Женщины и дети будут проходить месячную реабилитацию. С ними работают врачи и психологи. Сейчас у меня такое ощущение, что я многим омерз на Казахстан. Я не знаю, там не плакать, то ли у меня смешно, что я в шоком сцене была. И я была в таком случае, как будто я предала свою страну. Что моя страна меня не оставила, вернула меня там. Все-таки мы же предали же, как бы уехали туда, в чужую страну. То, что я вернулась наконец-то в того, что... Потому что меня же могли бы гражданство пришли. Это не последняя операция по эвакуации из Сирии. В охваченной войной стране продолжают находиться казахстанцы. Во время заявления Нурсултан Назарбаев отметил, что государство продолжит работу по возвращению детей, не по своей воле находящихся в зоне боевых действий. Иван Тулинов при поддержке телерадиокомплекса президента Республики Казахстан, Хабар-24. О планах работы по дальнейшей экономизации внешней политики страны и выполнению задач, стоящих перед Министерством иностранных дел, президенту сегодня доложил глава ведомства. Бейбута Тамкулов проинформировал президента о результатах анализа деятельности по продвижению инвестиционных проектов и переформатирования работы Центрального аппарата Министерства. Глава МИД также доложила о предпринимаемых мерах по адаптации дипломатических миссий Казахстана к работе в соответствии с новыми задачами. По итогам встречи Нурсултан Назарбаев дал ряд конкретных поручений. Мы начали работу по переформатизации работы нашего Министерства. Полностью сделан анализ работы инвестиционных, по продвижению инвестиционных проектов предыдущих. Перестраиваем работу Центрального аппарата. На сегодняшний день мы получили весь штат из Министерства по инвестициям развития. В первую очередь на 50% у нас идет экономизация работы всех дипломатических миссий. На сегодняшний день у нас есть представительство Казнекс Инвеста. Это в четырех странах. Мы на сегодня правительству предложили рассмотреть рациональность их размещения. С учетом тех задач, которые поставлены по расширению сырьевого экспорта, мы снова пересматриваем нашу экспортную политику. Кроме того, также работа с отраслевыми государственными органами в этом направлении. И планируем усилить эту работу. Дом Барбах-Брус, но нельзя забывать международную повестку дня. Задача Министерства иностранных дел активно проводить политику, которую проводит наша страна. Политику мира, добрососедства. Есть вопросы касающиеся соседей, касающиеся Евразии, СНГ и другими дальними зарубежными странами. Все, что мы начинали, надо это продолжать дальше. Мажористмены одобрили проект закона ратификации соглашения между Казахстаном и Кыргызстаном о режиме госграницы. Документ был подписан еще в 2017-м в Астане главами пограничных ведомств двух стран. Он призван обеспечить порядок и безопасность на рубежах. Как пояснил зам. председателя КНБ, директор погранслужбы Казахстана Дархан Дельманов, соглашение бессрочное и может быть прекращено в случае, если одна из сторон выразит намерение сделать это. Для этого необходимо уведомить вторую сторону в письменном виде. Депутаты обеспокоены увеличением числа взрывов газовых баллонов в республике. Статистику в своем запросе на имя главы правительства привел мажористмен Артур Платонов. По его данным, в 2018-м зарегистрировано 80 чрезвычайных ситуаций в сфере газоснабжения. На местах до сих пор не решен вопрос по созданию газотехнических инспекций. Фактически отсутствует система профилактики и контроля качества газового оборудования. Реализацией же газовых баллонов в стране занимаются частные организации, которые не всегда можно проверить. В результате гибнут люди, отметил депутат. Всего за 2018-й год зарегистрировано 80 чрезвычайных ситуаций в сфере газоснабжения. Почти половина из них взрывы газобаллонных установок. В целом по стране в сравнении с 2017-м годом число взрывов газовых баллонов увеличилось в Алматы на 60%. В Кустанайской области в три раза. В Скаладзенской в пять раз. В Павлодарской и Туркестанской областях в два раза. Обучать водителей контр-аварийному вождению предложил в своем запросе депутат Павел Казанцев. Можелесмена обеспокоен ростом ДТП со смертельным исходом на дорогах республики. Больше двух тысяч человек погибли только по итогам прошлого года. Около 20 тысяч получили травмы. Депутат обратился к главе МВД с призывом принять комплексные меры и в частности пересмотреть подходы к организации перевозок пассажиров. Кроме того, депутат высказался за ужесточение требований к учебным центрам и процедуре получения водительских удостоверений. Большинство дорожно-транспортных происшествий происходит далеко не из-за неисправности автомобиля или несовершенства дорожной инфраструктуры, а по вине участников дорожного движения, по вине водителей. Это 95% от всех дорожно-транспортных происшествий. В этой связи считаем необходимы Министерству внутренних дел принять следующие меры. Ужесточить требования к обучающим организациям, сдаче экзаменов и процедурам получения водительских удостоверений, совместно с местными исполнительными органами, пересмотреть подходы к организации перевозок пассажиров, в том числе, что очень важно, с обучением водителей контр-аварийному вождению. Другим темам. Подозреваемый в совершении хулиганских действий и убийств в Караганде в ночь на 1 января Нарек Гурурян задержан. Об этом сообщил директор Департамента внутренних и внешних коммуникаций МВД Алмаса Дубаев. По его словам, 21-летнего подозреваемого обнаружили на территории Омской области, благодаря совместным действиям сотрудников криминальной полиции МВД Казахстана и правоохранительных органов Российской Федерации. По словам официального представителя силового ведомства, на настоящее время решается вопрос об его экстрадиции в Казахстан. 9 января сотрудниками криминальной полиции МВД Республики Казахстан во взаимодействии с правоохранительными органами России на территории Омской области Российской Федерации задержан подозреваемый в совершении хулиганских действий и убийства в городе Караганде гражданин Республики Армения Гурурян. В настоящее время, в соответствии с законодательством, решается вопрос о его экстрадиции в Республику Казахстан. Октюбинские полицейские пресекли факт организации незаконного игорного бизнеса. Клуб действовал в помещении кафе, которое размещалось на привокзальной площади. Отработка территории велась в рамках оперативно-профилактического мероприятия. Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции, игровые автоматы были установлены без лицензии. А на момент приезда оперативников посетители активно испытывали свою удачу. Дело передано в следственный отдел Департамента государственных доходов региона. Расследование продолжается. Отмечу, в прошлом году по области были закрыты 9 аналогичных заведений. В ходе проведенных мероприятий выявлен факт организации незаконного игорного бизнеса в помещении кафе, а также сводничество в одной из квартир дома по улице 8 Марта. Ситуация на привокзальной площади находится на контроле местных исполнительных и правоохранительных органов. В Монгостовской области также закрыли все незаконные игровые павильоны. В прошлом году в ходе оперативно-розыскных мероприятий было выявлено 17 точек, где промышляли незаконным игорным бизнесом. Как выяснилось, в букмекерских конторах были установлены онлайн-казино и игровые автоматы, деятельность которых осуществлялась без разрешительных документов. По всем фактам возбуждены уголовные дела. Материалы направлены в региональный департамент государственных доходов для принятия процессуального решения. Отмечу, в налоговых органах области зарегистрировано 20 букмекерских контор, имеющих лицензию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий обнаружены изъяты 247 игровых компьютеров и аппаратов, 70 мониторов, денежные средства в размере 1 миллиона 768 тысяч тенге, 8 кассовых аппаратов. В данный момент на сегодняшний день в Монгостовской области игровых незарегистрированных букмекерских компаний не имеется. Казахстанцы обеспокоены бесконтрольным распространением игровых автоматов. Согласно анализу общественного мнения, проведенному независимым агентством, в стране незаконно действуют от 15 до 20 тысяч одноруких бандитов, электронных лотрей и картежных аппаратов. Причем подпольные игровые автоматы размещались как в мини-маркетах, так и в крупных торговых центрах. Согласно опросам, портрет игроков – это мужчины и женщины в возрасте от 15 до 65 лет. Многие из них – семейные люди. Кроме этого, растет доля студентов и старшеклассников. Больше 80% опрошенных при этом отметили, что хотя бы раз в жизни видели игровой автомат, установленный в общественном месте своего города. На мой взгляд, если государство еще раз заинтересовано в гражданах, заинтересовано, чтобы формировать восприятие, что казахстанцы должны зарабатывать честным трудом, должны работать, должны платить налоги, то подобного рода прецеденты, как игровые автоматы, как явление, оно должно исчезать с наших улиц. Или же, по крайней мере, очень жестко регулироваться. Почему? За рубежом тот же опыт США, тот же самый опыт Европы показывает, что игровые автоматы очень жестко регулируются государством. Это лицензируемая деятельность. И любое появление игрового автомата в неустановленном месте работы без разрешений, по сути, за собой влечет уголовную ответственность с большими сроками, с большими денежными штрафами и изъятием. По данным Службы экономических расследований, Департамента госдоходов Алматы только за 9 месяцев прошлого года в Южной столице была пресечена незаконная деятельность 29 игорных заведений. Были изъяты больше 400 компьютеров и свыше 3 миллиардов тенге. Между тем, казахстанские психологи бьют тревогу. В стране растет число лудоманов, людей, страдающих игровой зависимостью. Виной тому букмекерские конторы и онлайн-казино, которых с каждым годом становится все больше. Специалисты говорят, вылечить от такого недуга человека намного труднее, чем от алкоголизма либо наркомании. Ирнур Дожжанов попытался понять, что толкает казахстанцев в мир азарта. После запрета казино казахстанцам скучать долго не пришлось. На смену картам, фишкам и одноруким бандитам пришли букмекерские конторы. Сегодня на улицах городов и сел они растут, как грибы после дождя. Арман показывает свое лицо, стыдится. На протяжении нескольких лет он пытался поймать удачу за хвост, но лишь сильно обжегся. Друзья ставили, я заинтересовался. Сперва ставил по 5 и 10 тысяч. Набравшись опыта, начал ставить по 100 тысяч. Думал, выиграю большие деньги. Не получилось. Бывало, зарплату все просаживал и деньги за квартиру. Погряз в долгах. Просил деньги у родственников, друзей. Пришлось даже взять кредит. Сейчас Арман старается обходить букмекерские конторы стороной. Но иногда, по его словам, срывается. Вылечить лудоманов, как утверждают психологи, очень трудно. Люди попросту не понимают, что больны и продолжают относить тотализаторам все свои деньги. Причем некоторые доигрываются до тяжелейших кризисов и инсультов. Есть и случаи самоубийств на почве проигрышей. Как алкоголик, почему он пьет, он понимает, что это плохо, он знает, что ему будет очень тяжело. Пока он видит, что это водка есть, он пойдет и выпьет. Если этой водки нет, он пойдет искать. Он знает, что водка продается в доступном месте. Ему не хватает лишь денег. Он пойдет и деньги возьмет, выпросит, либо ограбит, либо украдет. Но он купит эту водку, потому что она доступна. Вот такой же эффект. Эх ты, Гена, Гена. Но все равно из патриотических сезон, ты с нами. Я до конца за тебя. Несколько месяцев назад это видео облетело весь Казнет. Человек поставил на победу Геннадия Головкина полтора миллиона тенге. Но в итоге остался ни с чем. В тот день, по словам экспертов, благодаря предприимчивым казахстанцам, букмекеры обогатились на десятки, если не сотни миллионов тенге. Ну ты подвел уже меня второй раз. Гена, Гена. Хоть как-то облегчить участь лудоманов пытаются в Министерстве культуры и спорта. Там предлагают внести поправки в закон об игорном бизнесе. При принятии документа букмекерским конторам придется переехать вслед за казино в специальные зоны Капшига и Щучинска. Кроме того, азартные казахстанцы смогут внести себя в черный список игорных заведений. Их попросту не будут туда впускать. Для этого достаточно лишь написать заявление. Эксперты не уверены, что это может стать панацеей. В Северной Ирландии семья сорвала джек-пот лотерея евро-миллионс. Сумма выигрыша около 115 тысяч фунтов или 145 тысяч долларов. Победители уже составили список людей, с которыми они поделятся денежным призом. Одно счастливое попадание. Когда я проверял числа, и в каждом из номеров я ставил галочку «Я не верил своим глазам». Подумал «Нет, это ошибка». Так что я пошел на второй сайт, сайт BBC, и проверил их числа. И они были теми же. Я снова не поверил и проверил третий веб-сайт. И там было все так же. Я думала, там не больше нескольких фунтов. Всего неделю назад мы выиграли 2 фунта 60 пенсов, когда муж сказал «Кажется, мы победили», я думала, он скажет, что мы выиграли 1000 фунтов или что-то в этом роде. Но я поняла по взгляду мужа, что он не шутит. После чего мы сидели и глядели друг на друга около 10 минут. Евро-миллионс – это межнациональная лотерея, запущенная в феврале 2004 года. Изначально в ней участвовали только Великобритания, Франция и Испания. Позже к розыгрышу присоединились Австрия, Бельгия, Республика Ирландия, Люксембург, Португалия и Швейцария. Примечательно, что большинство выигрышей, включая джекпот, не облагают налогом и выплачивают единовременной суммой. На другим темам. В Итравовской области в прошлом году скончались 206 детей, не достигнув возраста 5 лет. Из них 176 – это новорожденные. Такую печальную статистику огласили педиатры на брифинге в региональной службе коммуникации. Опровергнув информацию о том, что сразу несколько детей умерли после переливания им крови. Подробнее расскажет наш корреспондент Виктор Сутягин. По словам педиатров, случая смерти новорожденных от переливания крови в последнее время не было. Все дети умерли от внутриутробной инфекции. Основная причина высокой детской смертности, по словам медиков, связана со слабым здоровьем будущей мамы, что приводит к преждевременным родам. Что приводит к преждевременному родам? Давайте народ подумаем об этом, да? Это инфекция, это гормональный статус женщины, это несоблюдение интергенетического интервала. Женщина каждый год рожает. У одной случая был в 2017 году роды, в 2018 еще рожает. У одной в 2018 внимательная беременность, в 2018 году рожает. Хотя медики выхаживают сотни младенцев, родившихся с дефицитом массы тела, удается это не всегда. Именно преждевременные роды и рождение ребенка с низкой массой тела от килограмма 100 граммов до полутора килограммов и приводят к летальным исходам. Констатируя эти факты, медики признали, что не всегда удается обеспечить женщине должное наблюдение во время беременности. Одна из причин этого – недостаток кадров. В настоящее время в области не хватает 10 акушеров-гинекологов. Но ситуация выправляется. В этом году 85% у нас укомплектованы с акушер-гинекологами. И на будущий год у нас еще намечаются три акушер-гинеколога, которые в данный момент проходят обучение в резидентуре на республиканском уровне. Организовали обучение за рубежом. Южная Корея, Израиль, Турция. Наши специалисты, именно стационар, перинатальный центр, областная больница. Специалисты у нас за 2018 год более 10 прошли обучение. И материально-техническая база улучшения. Во всех поликлиниках и районных больницах на сегодня открыто отделение планирования семьи. Везде есть патронажные медсестры. Но какой бы ни была медицинская база, уровень персонала, перинатального центра и родильных домов, в регионе требуется активизация профилактической работы в медицинских учреждениях с будущими мамами. Чтобы они знали, рождение ребенка – это процесс ответственный. И будущее их сына или дочки зависят не только от врачей, а в первую очередь от них самих. Виктор Сутягин, Аманте Матенов, Важандос Рахметуллин, Атрау, Хабар-24. Жители Усть-Каменогорска беспокоены аварийным состоянием городского кожано-венерологического диспансера. В медучреждении, ежегодно принимающем больше тысячи пациентов, уже 10 лет не проводится капитальный ремонт. Кроме того, сама больница находится в нетиповом здании бывшего детского сада. Обстановка внутри, по словам посетителей, удручающая. Стены в палатах покрыты плесенью, оконные рамы на первом этаже заколочены, мебель старая. Наличие этих проблем руководителям диспансера не скрывают. Поясняют, что заявка на ремонт со сметной стоимостью 8 миллионов тенге уже направлена в управление здравоохранения Восточно-Казахстанской области. Здание больницы в очень плохом состоянии. Мебель старая, условия не очень хорошие здесь. Горячей воды нет, не знаем даже, где разогреть пищу для ребенка. А на этой кровати спать неудобно. Ремонт я задержала до октября месяца. Я задержала не потому, что я не хотела или что-то, а потому, что мне было жалко потратить государственные деньги на ремонт, потому что даже ремонт, например, одного кабинета, это где-то 120 тысяч в среднем будет. Если мой вопрос будет решаться переездом, мне все равно будет жалко этих денег. 8 миллионов это тоже очень большие. По крайней мере, это почти месячный бюджет моего диспансера. Жители Айагоза Восточно-Казахстанской области мерзнут в своих квартирах. Люди жалуются на плохое отопление. Об этом они написали в социальных сетях в центре города. В квартирах отметка градусника не поднимается выше 11 градусов. Хромает и качество обслуживания специалистов теплового предприятия, отмечают горожане. Приезжали со своим прибором и измеряли. При двух обогревателях на их приборах в зале у меня показало 11 градусов. В спальне нет обогревателя. В спальне 7 градусов. А в ванной комнате 4. Это равносильно тому, чтобы стоять на улице, жить на улице. И вот за этот холод я должна платить 9 тысяч. Чтобы прояснить ситуацию, наши корреспонденты обратились в местный Акимат. Чиновники сообщили, что проблема заключается в старых котельных, которые находятся в частной собственности. На ремонт и обновление у них не хватило средств. Поэтому предприниматели планируют продать. Сейчас они обеспечивают теплом 40 многоэтажных домов, 8 школ, детские сады и другие соцобъекты города. К опасной отметке приближается уровень воды Сардарья на Тасбагетском гидропосту возле Кызыларды. Гидрометеослужбы объявили штормовое предупреждение. Однако, по мнению специалистов водохозяйственного управления, причин для паники нет. Опасные зоны уже определены. Предпринимаются меры для того, чтобы не допустить поводка. На случай экстренных ситуаций на готове два вертолета. Сегодня в Приорале уровень воды в Сардарье под ежедневным контролем Казгидромета. За основу берутся данные 10 станций вдоль реки по всей области. На посту возле гидроузла в поселке Тасбагет уровень воды находится на отметке 704 сантиметра, при критической 740. Поэтому мы объявили штормовое предупреждение. При зажуре льдин и повышении уровня воды есть вероятность разлива реки. По словам специалистов водного хозяйства, повода для беспокойства не существует. Ледово-поводковая обстановка в регионе, в бассейне Сардарье стабильная. Разливов и подтоплений нет. Абсолютный уровень воды по шкале Балтийского моря на сегодня в городе составляет 129,8 сантиметра, а критический показатель 129,40. Это нормальная зимняя ситуация. Есть запас, это еще и не учитывая высоту защитных дам. Причин для паники нет. Сброс воды из Шардарьинского водохранилища равен 900 кубометрам в секунду. 400 забирает косарай. И на территорию области вода в Сардарью поступает в объеме 510 кубов в секунду. А под территорией города проходит всего 475 кубометров. Это намного меньше, чем в прошлом году. На сегодняшний день в регионе более 1200 сотрудников 111 специальных учреждений осуществляют дежурство на опасных участках доль реки. Их в области 56. Наиболее опасные участки реки в Сардарьинском и Жалагарском районах около аулов Аксу, Шаменов, Тан, Терегузек и Калжан-Ахуна. У нас разработан алгоритм действий. Если поступление воды увеличится до 2000 кубических метров, то мы готовы спустить воду в озера и каналы области. Кроме того, службами отработаны меры по взрыву льда. Для экстренных ситуаций готовы и два вертолета. Алибек Большуленов, Альхайдар Турлыханов, Руслан Айтманбетов, Казлардинская область, Хабар, 24. Решить проблемы с обманутыми дольщиками и наладить связь с жителями столицы через социальные сети, пообещал Аким Астаны Бахыт Султанов. Городоначальник подвел итоги прошлого года и рассказал о планах на предстоящие. О чем говорил Аким на встрече с активом области, моя коллега Сабина Балашкина расскажет подробнее. Начало нового года, самое время подвести итоги, расставить приоритеты на будущее, главный из которых, по словам Акима, создание более комфортных условий для горожан. Особое внимание уделяется развитию инфраструктуры. Так столица продолжит строительство малой кольцевой дороги. Она позволит транзитному транспорту миновать центральные проспекты и в целом разгрузить поток автомобилей. В целом на развитие транспортной инфраструктуры предусмотрено более 24 миллиардов тенге, которые будут направлены на продолжение работ по строительству малой кольцевой дороги, строительству и реконструкции дорог и инженерных сетей в жилых массивах улицы 27-й улицы на участке от улицы Бесекова до проспекта Турас. Аким также пообещал помочь обманутым дольщикам. 29 долгостроев в столице доведут до ума к 2022 году. Для этого разработана специальная дорожная карта. Говоря в целом о жилом фонде Астаны, Бахет Султанов отметил, за 20 лет фонд вырос более чем в 4 раза и превысил 20 миллионов квадратных метров. Глава государства запущены масштабные жилищные программы Мурлужер и 7-20-25. На сегодняшний день по городу Астаним банками второго уровня одобрены кредитов на общую сумму более 20 миллиардов тенге. Это обеспечит квартирами 1400 семей. Помимо этого, градоначальник пообещал наладить обратную связь с астанчанами через социальные сети и городской центр Айкумек, заверив, что не закрыт для простых граждан. Социальные сети – это тоже важное направление, мы здесь будем развиваться. Развивать, несмотря на то, что у меня думают, что я закрыт от социальной сети, на самом деле не так. Мои коллеги не дадут соврать, я систематизирую сам лично и передаю. А между тем, сегодня в Астане проживает свыше 1 миллиона человек. К 2030 году, по прогнозам, население вырастет до 2 миллионов. Еще через 20 лет в столице Казахстана будет около 3 миллионов жителей, посчитали в ООН. Но необходимо еще решить вопрос с экологией. Чтобы выбросов было меньше, уже в следующем году 1-я ТЭЦ перейдет на газ. Власти заверили, что количество вредных веществ в атмосфере сократится сразу на треть. Сабина Балашкина, Нургалима Мурбаев, Хабар-24, Астана. Новогодних красавиц ждут в зоопарке. В Карганинском зверинце объявили акцию «Принеси елку, получи билет». Посетителям с зелеными деревьями обещают бесплатный вход. О том, как символ праздника еще может послужить животным, расскажет Юлана Чаус. Такое зрелище в зоопарке можно увидеть лишь раз в году, сразу после новогодних праздников. Здесь это в шутку называют «медвежьим хороводом». Учуяв запах свежей хвои, косолапые выстраиваются в ряд. Смотри на него. Есть такое большое? Можешь, тоже елочки. Акцию по сбору новогодних красавиц в зоопарке проводят третий год. Хвойные особенно любят незасыпающие в условиях неволи медведи. Для косолапых елка в клетке – настоящий праздник. Медведи елки в берлогу заносят, утепляются, под себя подкладывают, нюхают и очень любят играться. Таскают по клетке, раскладывают по разным углам. Зеленая хвоя у зверей не в части, а вот кора, содержащая много полезных веществ, обгрызается быстро. Некоторые птицы из хвойных веток выкладывают настоящие ковры. У нас обычно перед Новым годом прям приводят, и после Нового года это у нас с рынков приводят. Прям большие партии у нас были. Та партия, которую уже привезли, мы уже раздали животных, а в основном жители города у нас будут, наверное, приносить, скорее всего, после 13-14 января. В этом году елка заменит входной билет в зоопарк. Посетителям с хвойными подарками для животных обещают бесплатный вход. Илана Чаус, Василий Савкин, Асета Саинов, Караганда, Хабар-24. И на этом все. Следите за развитием событий вместе с нами на телеканале Хабар-24. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова